Самуил Марошак. Почта. Читает Павел Беседин. Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне, с цифрой пять, на медной бляшке, в синей форменной фуражке, это он, это он, ленинградский почтальон. У него сегодня много писем в сумке на боку из Ташкента, Таганрога, из Тамбова и Баку. В семь часов он начал дело, в десять сумка похудела, а к двенадцати часам все разнес по адресам. Заказное из Ростова для товарища Житкова. Заказное для Житкова? Извините, нет такого. Где же этот гражданин? Улетел вчера в Берлин. Житков за границу по воздуху мчится, земля зеленеет внизу, а вслед за Житковым в вагоне почтовом письмо заказное везут. Пакеты по полкам разложены с толком, в дороге разборка идет, и два почтальона на лавках вагона качаются ночь напролет. Открытка в Дубровку, посылка в Покровку, газета на станцию Клин, письмо в Балагое, а вот заказное пойдет за границу в Берлин. Идет берлинский почтальон, последней почты нагружен, одет таким он франтом, фуражка с красным кантом. На темно-синем пиджаке лазурные петлицы. Идет и держит он в руке письмо из-за границы. Кругом прохожие спешат, машины шинами шуршат. Одна другой быстрее, по липовой аллее, подводит к двери почтальон швейцару старому поклон. Письмо для Герр Житкова из номера шестого. Вчера в одиннадцать часов уехал в Англию Житков. Письмо само никуда не пойдет, но в ящик его опусти. Оно пробежит, пролетит, проплывет тысячу верст пути. Нетрудно письму увидеть свет, ему не нужен билет. На медные деньги объедет мир заклеенный пассажир. В дороге оно не пьет и не ест, И только одно говорит срочное. Англия, Лондон, Вест, четырнадцать, Бобкин-стрит. Бежит, подбрасывая груз, за автобусом. Автобус качаются на крыше, плакаты и афиши. Кондуктор с лесенки кричит. Конец маршрута, Бобкин-стрит. По Бобкин-стрит, по Бобкин-стрит шагает быстро мистер Смит В почтовой синей кепке, а сам он вроде щепки. Идет в четырнадцатый дом, стучит висячим молотком И говорит сурово для мистера Житкова. Швейцар глядит из-под очков на имя и фамилию. И говорит, Борис Житков отправился в Бразилию. Пароход отойдет. Через две минуты чемоданами народ занял все каюты. Но в одну из кают чемоданов не несут. Там поедет вот что. Почтальон и почта. Под пальмами Бразилии от зноя утомлен Шагает Дон Базилио, бразильский почтальон. В руке он держит странное, измятое письмо На марке иностранное почтовое клеймо И надпись над фамилией о том, Что адресат уехал из Бразилии обратно в Ленинград. Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне, С цифрой пять на медной бляшке, В синем форменной фуражке, Это он, это он, ленинградский почтальон. Он протягивает снова заказное для Житкова. Для Житкова, эй, Борис, получи и распишись. Мой сосед вскочил с постели. Вот так чудо в самом деле. Погляди, письмо за мной, Облетело шар земной. Мычалось по морю вдогонку, Понеслось на Амазонку. Вслед за мной его везли поезда и корабли, По морям и горным склонам. Добрело оно ко мне, Честь и слава почтальонам, Утомленным, запыленным, Слава честным почтальонам С толстой сумкой на ремне. Продолжение следует...